Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя наша передача посвящена проблемам рисунка, и названа она многозначительно «Рисуем мир вокруг нас». Есть ли какие-то принципиальные подходы к изображению, скажем, интерьера, натюрморта, пейзажа, портрета? Есть ли какие-то правила, которые художник может использовать для этого жанрового своеобразия в искусстве? Они, конечно же, есть. Ну вот, например, изображение портрета человека. И мы с вами видим здесь поэтапность изображения человека. Первый рисунок – это построение, это опять-таки линии построения и легкая светотень, шар. Здесь шар. Потом вы детализируете и постепенно приходите к некоему подобию человеческой головы и изображению человеческого характера. То есть вы выявляете характер человеческой головы, строение черепа, характер носа, да, и все это должно соответствовать анатомической правильности построения черепа. А потом уже выявляете какие-то детали портрета, вот характер человека за счет выявления его личностных особенностей, портретной характеристики. И так же вы поступаете и с другими рисунками, изображая другие персонажи. Ну вот, опять-таки, если облегчить вам путь к изображению человека, что в портрете головы важно, как шея вставляется в плечевой пояс. И вот здесь от простого к сложному мы ведем рисунок. От изображения цилиндра, потом, как там капюшонная мышца примерно располагается, как вставляется кадык вот в шею, и как она вставляется в плечевой пояс. То есть это, опять-таки, аналитическое рисование, которое говорит о правильности. Вот как изображается голова в ракурсе. Сначала общая форма, а потом она детализируется, и, собственно говоря, мы приходим к правильности изображения человеческой головы. Здесь ракурсное сильное перспективное сокращение. И видим, что лоб уменьшается в размере, нос тоже уменьшается. И, конечно, следить за такой последовательностью формы, ее изменений нужно с помощью, опять-таки, метода измерения и проверки пропорций. Там, скажем, как этот нос укладывается в общей высоте головы, в ширине головы, высота носа имеется в виду. То есть постоянное измерение пропорций и соответствие их натуре. Вот метод обрубовки, что называется, на лицо. Сначала такое для начинающих художников схематическое построение головы. Как плоскости лба меняются и переходят от лицевой части уже к затылочной. Как выделяется, значит, скула, как вставляется ухо, значит, и все это, опять-таки, в строгом пропорциональном соотношении одних частей форм по соотношению к общему объему головы. Вот если рисуем мы пейзаж. В пейзаже важно также отметить линию горизонта найти, построить вот эти точки схода. Здесь фронтальная перспектива линии горизонта примерно посередине листа. Есть пейзаж лирический, есть пейзаж аналитический. Конечно, в лирическом пейзаже больше упор делается на живописный рисунок, если говорить о графике. Это передача, прежде всего, настроений и состояний художника. Ну, например, допустим, дождь. Конечно, вы как будете изображать дождь в городе? Конечно, это живописные какие-то угольные, допустим, карандаш, такая размытая техника. И ваше состояние, скажем, должно быть... Пейзаж созвучен вашему состоянию, а ваше состояние созвучно настроением пейзажа. И рисунок это, вот посмотрите, изображение, скажем, труда, какие-то зарисовки вы делаете, наброски, допустим, скрипач. Посмотрите, что здесь вот эта легкость уже изображения натуры, передача движения. В искусстве передача движения одна из самых сложных проблем. Передача движения, передача настроения. Или вот, в смысле, пожалуйста, цветы в горшке. Вот художник явно любуется этими, знаете, листьями, раскинувшимися. И обратите внимание, что он смотрит здесь сверху вниз на изображение. Смотрит сверху вниз. Где-то даже он утрирует какие-то формы, где-то усиливает контрастность. Мы здесь сталкиваемся уже с проблемами художественности, то есть с проблемой передачи образа, художественного образа. И вот мы рисуем мир вокруг нас, и мы наслаждаемся этим миром. Мы, посмотрите, вот пейзаж из окна с церквушкой, с крышами домов. Мы не просто передаем плановость, чередование этих планов от переднего плана к дальнему плану. За счет тоновой нагрузки четче и нагружен тоном первый план, и легче тонкими линиями, и светлее дальний план. Вот это тоже принцип рисования. Но мы передаем характер дерева в пейзаже. Вот эти вот отклонения. Что такое характер? Отклонения от вертикали и от горизонтали. Мы мысленно всегда прочерчиваем вертикаль и горизонталь, как бы сетку. И понимаем, как это дерево отклонилось вправо или влево от оси, да, или, значит, вот в перспективное строение дома. Вот появляется вот эта вот задушевность образа, которая всегда и подкупает в искусстве, которая неповторима и неподражаема. Так же, как состояние художника, который рисует этот пейзаж, да, или как состояние природы. Есть вот этот гротеск, скажем, в портрете. Мы видели с вами портреты академические и видели вот гротесковые портреты. Это уже образы, шаржи, да, но они тоже имеют место. Или вот изображение труда, скажем, да, группы фигур. Проблема изображения мира вокруг нас, она может быть решена еще и за счет стилизации. Что такое стилизация? Стилизация – это создание некого типа, типажа, скажем, типа человека, либо типа пейзажа. Или стилизация – это своего рода отказ от показа каких-то свойств и черт натуры. Или решение в обобщенном характере, передача обобщенных свойств объекта изображения. Стилизация помогает выявить, ну, какую-то философскую сущность изображения. Конечно, это уже задачи образности, художественности. Это уже более высокий уровень, вот, к которому тоже нужно стремиться и ставить себе эти задачи. Своего рода выявление обобщенных форм натуры. Вот пейзаж настроения или пейзаж местности, пейзаж ландшафта. Или это ведута, изображение панорамы, которую хочется продолжить и влево, и вправо. Но здесь вот есть это состояние философского раздумья и состояние трогательности и притягательности. Вот, например, иллюстрации Добужинского «Белым ночам» Достоевского. Конечно, он опирался на тот образ города, который навеял ему Петербург, в котором он жил. Но, тем не менее, он, видите, очень четко здесь расставляет светотеневые, черные, белые пятна. Рисунок ритмически согласован. И мы видим блестящий образ Петербурга. И этот рисунок может существовать совершенно отдельно даже от произведения Достоевского, как концентрированный этот образ города, Северной Пальмиры и темы человека, бедного человека третьего сословия. Или вот, пожалуйста, здесь более натуралистический, четкий и емкий, подробный пейзаж местности, почти что портрет местности. Можно и так подходить к изображению пейзажа. Безусловно, возможности художника не ограничены. Вот, пожалуйста, здесь Венеция, Северная Венеция. И видите, как легко, эскизно и в то же время проницательно мост вздохов изображен. Это, значит, Лансере, Евгений Лансере, Старокаленкин мост в Петербурге. Вы видите, что, конечно, с этой точки зрения можно было сфотографировать вот эту перспективу мостов. Одна через фонтанку, а другая через крюк в канал. Но художник вот этими порывистыми штрихами, прерывистыми линиями создаёт ощущение вот этой революционной нестабильности и взволнованности эмоциональной, которая была свойственна времени, в которой творили Лансере и все мироискусники начала XX века. И в то же время это притягательный, неповторимый образ города классического Петербурга. Конечно же, эти рисунки, они уже являют нам образцы такого высокохудожественного отношения к действительности. Что бы ни констатировал художник трубы заводов или, значит, уже сельскую местность. Вот точка зрения взята сверху, с птичьего полёта, за счёт чего плоскость земли, больше раскрывается плоскость земли. А это уже контурный рисунок, который под силу, даже он где-то схематичен. Но здесь вот этот рисунок можно даже назвать композиционным рисунком. Значит, подходы к изображению действительности могут быть разными. Но задача воссоздания художественными средствами рисунка образности, и не случайно художники обычно ставят конечную цель, они определяют так. Мы хотим создать красиво, чтобы нарисовать так, чтобы было красиво. Это совершенно верно, это правильная установка. Красота спасёт мир. И нужно действительно наслаждаться, восхищаться этой красотой мира вокруг нас. Будь то, скажем, вот такие ландшафты местности, и вы видите, что здесь за счёт вот таких чередований пятен, то округлых, плетущихся как орнамент, да, то полос таких, уходящих в перспективу, вот создаётся эта неповторимость образа. Или опять-таки я беру здесь гравюры и афорты Остраумовой и Лебедевой. Вот, пожалуйста, значит, летний сад и домик Петра. Вот эта вот взволнованность и наслаждение этой красотой великого города. И мы здесь видим, что математически, грамотно и правильно строят Остраумова и Лебедева все соотношения, пропорции, форм, архитектуры, и в то же время не увлекается частностями, она создаёт вот этот вот образ великого города, где всё словно бы математически выверено, значит, Северную Пальмиру. Конечно же, можно привести ещё много работ Остраумовой и Лебедевой, как образцы вот той стилизации, той великолепной графики, которой нужно учиться. И несколько тут, значит, работ Остраумовой и Лебедевой. Одним словом, значит, вот это летний сад был показан. Одним словом, опять-таки мы пришли вот к тому, что важно художнику держать в голове и проблемы композиции, и проблемы пропорции, и проблемы пространственности, но ещё и проблемы художественности, выявления сути окружающей действительности, умение видеть то, что составляет черты современности, духа времени. Или наоборот, скажем, рисунок может быть ретроспективным, погружённым в историю, или, скажем, если это иллюстрация, воссоздание неповторимости исторических объектов. Ну вот, посмотрите ещё наброски того же Федотова, который, как никто, умел через окружающие вещи быта чувствовать или отчаяние, или несуразность жизни, и её неповторимость и красоту в то же время. И сатиру, и гротеск. Всё было доступно мастеру. Всё было доступно мастеру. Таким образом, художники ставят себе задачи. Задачи, во-первых, цельности. Вот лист бумаги и рисунок на этом листе бумаги, он должен быть цельным. Во-вторых, задачи решения какой-то темы, или какой-то проблемы. Третья задача – идеи. Что хотел художник сказать своим рисункам? Она всё равно должна прослеживаться. Это и тема, и идея. Она прослеживается в сюжете, она прослеживается в выборе точки зрения на предмет и на объект. Она, в конце концов, прослеживается в характере рисунка, будь он нервный, прерывистый, либо контурный, либо спокойный, светлый или тёмный, прозрачный или излишне нагруженный тоновыми пятнами. Вот за счёт этих нюансов художник всегда подчёркивает своё отношение к происходящему. Рисовать мир вокруг нас нужно и необходимо. И в процессе обучения рисунку просто необходимо, потому что природа выступает учителем. Прежде всего мы учимся у природы. Природа создала такие формы, неповторимые и неподражаемые. Можно, так сказать, подбирать какие-то элементы разной формы, разной фактуры для рисования, чтобы вам было интересно. И чтобы через какой-то предмет, вот скажем, там врубель, нарисовал розу в стакане воды, и она неподражаема. Или, скажем, Суриков, который... Была легенда, который пришёл к чиновнику, и ему пришлось очень долго ждать этого приёма чиновника. И он нарисовал на листе бумаги муху. Когда тот зашёл в аудиторию, значит, этот чиновник вернулся, он машинально, значит, стукнул по этой мухе нарисованной. Видно, Сурикову очень хорошо удался этот рисунок. То есть иллюзия пространства. Вот этот мир вокруг нас, он привлекателен, он неповторим, и он служит источником наших фантазий и нашего вдохновения. И рисунок является основой живописи и подготовительной работой к композиции. Да, дорогие друзья, давайте рисовать мир вокруг нас. Всё, что мы видим, вещи, которые живут рядом с нами, существуют рядом с нами, давайте попробуем отобразить их, ставить себе как задачи, скажем, такие внешние, ну, схватывание характера вещей, пропорций, их объёма, структуры. Так и сложные задачи, которые ставит перед собой художник. Это вглядеться в суть вещей, передать философию вещи. Это уже такие проблемы даже мировоззренческие, потому что вещи, они порой обретают тот характер, который имеем мы с вами. Они очеловечиваются. Это уже несколько другие задачи. Но нужно, так сказать, относиться к миру, который мы рисуем. Эстетически, чувственно, да, чувственно ориентированное отношение к действительности. Вот что характеризует художника. Он передаёт эмоции, он передаёт своё чувство, своё отношение к миру. И этим отличается, скажем, рисунок от фотографического снимка, что там есть вот эти колебания, движения нашей человеческой души и нашего отношения к миру. И я рекомендую вам завести себе папку, в которую нужно положить бумагу разной фактуры, разного цвета. Там будет и ватман белый, там будет и крафт, такой кремовый у него оттенок. Там будет и серая бумага разных оттенков. И серый, и коричневый, и чёрный, то есть и цветной бумаги положить себе. И попробовать рисовать и карандашом, и соусом, и углём, и сангиной, и пастелью, и мелом. Скажем, если вы берёте чёрную бумагу, допустим, вы изображаете ночной город, то попробуйте порисовать на нём мелом или жёлтой пастелью, скажем, если это горящие окна будут, огни большого города. То есть избегать однообразия. Вот ставить себе задачу творческую. Или будь то, там, серый день, можно взять какой-то серый лист бумаги, и серебристым грифелем карандаша изобразить эту туманную мглу, эти переливы, переходы света и тени. Это будет создано определённое настроение. Вот от выбора графического материала и от вашего характера изображения будет зависеть само впечатление от рисунка. Скажем, мы же знаем с вами, что в графике есть и афорт, есть и литография, есть и плакат, есть и гравюра на меди, на цинке, на линолеуме, по дереву. Но, скажем, у плаката немножко свои специфические средства воздействия на зрителя. Хотя вы можете и попробовать себя в плакате. Почему бы и нет. И здесь лучше, если вы берёте плакат, то брать пятно, графическое тональное пятно, как средство выразительности. Конечно, возможности достаточно широкие у художника графика. И я призываю вас всячески к этому сотворчеству, к этому обнаружению по наитию. Художник больше работает, наверное, по интуиции, но использует и знания аналитического рисунка, проникновения в окружающую среду. А сейчас я прощаюсь с вами. До новых встреч. Творческих вам успехов.